Приветствую! Вчера в сети появилась новость о том, что комиссия по вопросам предоставления отсрочки может отказывать в предоставлении отсрочки по любой причине. Мол, постанова 560 не содержит перечня оснований для отказа в предоставлении отсрочки, а соответственно комиссия ТЦК и СП может отказать по любой причине. Действительно ли это так? В принципе да, это так. Действительно комиссия может отказать по любой причине. Но что ей мешает, например, отказать мне в отсрочке лишь потому, что я лысый? И так и написать. Причина отказа в отсрочке лысый. Ну мы же понимаем, что ничего не мешает. Ну разве что здравый смысл. Ну надеемся он у них есть. Но давайте разберемся с этой логикой. Давайте подумаем, разовьем эту мысль. Вот смотрите, вы где-нибудь видели в законе запрет вам воровать? Ну вот вы лично видели, чтобы было написано ваше фамилия, имя, отчество, а дальше указано запрещается воровать? Нигде же не написано этого, нигде. Означает ли это, что вы можете воровать? Ну конечно же нет. Вы скажете, ну что за бред? Конечно же нет. Мы понимаем, что есть некие общие правила, из которых мы выводим этот запрет. Ведь даже в уголовном кодексе, кстати, напомню, что 185 статья кража, она не устанавливает запрет воровать. Она устанавливает последствия этого. То есть если человек украл, мы устанавливаем уголовную ответственность. А вот запрета для каждого человека прямо не предусмотрено. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что есть некие общие правила. Вот такие здесь есть общие правила. И начинаются они со статьи 19 Конституции Украины, где сказано, что все представители государства должны действовать в тот способ, который установлен законами Украины. И мы знаем, что у нас есть закон о мобилизации. И там есть 23 статья, которая указывает основания для получения отсрочки. И соответственно, на выполнение этой статьи есть еще и постанова Кабинета Министров Украины 560. При этом, давайте не будем здесь говорить о том, насколько эта постанова соответствует закону, либо не соответствует. Это другой вопрос. Об этом мы уже говорили. И с соответствием, безусловно, есть вопросы. Особенно в той части, которая касается отсрочки по догляду. Но это другой вопрос. Мы сейчас не об этом. И что у нас получается? Есть закон, который установил основания для отсрочки. Есть постанова 560, в которой перечислен перечень документов, которые человек должен предоставить для получения отсрочки по тем либо иным основаниям. И есть порядок получения отсрочки, который установлен все той же и постановой 560, где сказано, что человек сначала должен написать заявление, подать его на рассмотрение комиссии, к заявлению приложить соответственно документы, которые подтверждают его право на отсрочку, а дальше комиссия должна рассматривать эту заяву. И, соответственно, прописано, что комиссия, рассматривая эту заяву, должна подавать запросы в другие органы, ну, при необходимости, чтобы подтвердить достоверность информации, которую сообщил им человек. Ну, то есть, например, если человек хочет получить отсрочку по инвалидности, да, то, соответственно, что комиссия при ТЦК и СП должна обратиться в МСЭК и выяснить, а действительно ли есть информация, достоверна ли она, что этот человек когда-то получил решение МСЭК и имеет статус лица с инвалидностью. Если мы говорим там об отстрочке для студента, то мы говорим о чем? Человек подает справку по утвержденной форме, кстати, пока эта форма не генерируется, к сожалению, но в скором времени обещают, что она уже будет доступна. И, соответственно, подав эту справку, ТЦК и СП может проверить ее, потому что там будет QR-код, то есть, им даже не нужно дополнительных каких-то запросов подавать, они могут сами это сделать, сами проверить достоверность этой справки и все. И вот если комиссия проверила документы, получила ответы от других госорганов, которые подтвердили, что да, информация, которая указана в этих документах, действительно достоверна. У комиссии с точки зрения законодательства нет вариантов принять другое решение, кроме как предоставить человеку отсрочку от призыва на воинскую службу во время мобилизации. Все, у них нет других вообще вариантов поведения законных, вот с точки зрения закона. Ну а вне закона, конечно, они могут сделать все, что угодно, да, в принципе. Ну кто им мешает там выбросить ваши документы вообще, не рассматривать ваше заявление и так далее. Но это уже те варианты, которые лежат за гранью действующего законодательства. А мы же все надеемся и верим в то, что они будут действовать именно в рамках действующего законодательства и в рамках того правила, которое установлено статьей 19 Конституции Украины. Ну а что делать, если они нарушат это? Вот действительно, что я буду делать, если мне дадут справку, в которой будет отказано, указано вернее, что тебе отказано в предоставлении отсрочки, потому что ты лысый. Кстати, да, статьей, постановой, постановой 560 предусмотрена форма такая, и в этой форме указана, должна указываться причина, по которой человеку отказывают в предоставлении отсрочки. И вот что я буду делать, если там будет указано, что отказали, потому что лысый. Да все просто, и вы прекрасно знаете этот ответ. Нужно будет идти в суд за судебной защитой своего права на отсрочку. И, соответственно, мне думается, что если будут незаконные причины отказа, то, соответственно, вы сможете выиграть в суде. И, кстати, вот тут заранее могу предупредить кого? Тех, кто оформляет, хочет оформить отсрочку по догляду за родителями. Особенно если родители второй группы, вот там точно будет у нас судебных исков тьма тьмущая, потому что мы знаем, что они в постанове прописали, что для людей с инвалидностью второй группы нужно заключение ЛКК. Хотя этого в законе, естественно, не указано, мы все это прекрасно знаем, потому что по закону сам факт наличия одного из родителей с инвалидностью второй группы это основание для отсрочки. Но комиссия, комиссия, я думаю, в этом случае будет смотреть на что? Она будет смотреть на постанову. А в постанове сказано, что ЛКК. А почему комиссия будет смотреть в постанову и как они будут это аргументировать? Они скажут, статья 19 Конституции Украины, мы же должны выполнять все законодательство. Ну, они не обратят внимание, что там написано закон, конечно, они скажут, что мы все должны выполнять. И, соответственно, вот у нас постанова есть, есть. В постанове написано, что нужно соответствующий выясного КЛКК. Написано, вот мы его и требуем. А если нет, мы отказываем тебе в предоставлении отсрочки. Я думаю, у них такая логика будет, хотя это несколько неправильная, на мой взгляд, логика. Но вот с этой логикой уже точно придется бороться в судах. Вот. Поэтому, подводя итог, комиссия сможет отказать только лишь в том случае, с точки зрения закона. Только лишь в том случае, если у человека либо нет оснований для предоставления ему отсрочки, либо он не подтвердил это основание надлежащими документами. И, наверное, все. Наверное, все. Других оснований, законных оснований для отказа в предоставлении отсрочки просто не существует, как мне кажется. Вот. И, соответственно, если будут у вас какие-то другие основания для отказа, вы получите отказ, то это нужно будет обжаловать, безусловно, в суд. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезно, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой ютуб-канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Ну, а название вы видите здесь на экране. Традиционно уже пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.